я подготовил такой вот табличку режимов вставки и такой маленький офф топик мне вообще очень нравится что разработчики da Vinci компания black magic особенно не парятся над тем что чтобы взять и скопировать функции из других программ почему-то там adobe когда раздербанивали 7 final cut то есть никогда креативно заимствовали функции 7 final cut как-то не получалось им просто скопировать функции они все время скопировали они все время копировали какие-то какой-то функционал но криво black magic вообще не париться эту тему и скопирует и копирует функционал один в один но добавляй точнее но в тех случаях добавляют свой функционал они делают реально виртуозно о чем я говорю говорил что имею ввиду когда говорю что копирует без тени без тени сомнения режим replace place on top fit to fill все это скопировано из 7 final cut причем команда append от end скопирована из 10 final cut и в общем-то не парятся опять-таки я предполагаю что у вас есть опыт работы с монтажными системами поэтому команда insert и override не должны для вас быть новинкой одна вставляет со сдвигом другая вставляет перезаписью меня особенно радует горячие клавиши для этих команд потому что они точны прям из 10 или из 7 final cut что вызывает прием приятные теплые ламповые воспоминания но поскольку это функциональные клавиши то mac пользователям придется либо нажимать клавишу файл function fn на клавиатуре либо перестроить в настройках яблоко system preferences в команде keyboard вот здесь вот если у вас стандартная маковская клавиатура алюминиевая то вот тут появляется еще одна галочка который у меня сейчас нет потому что у меня не и пловая клавиатура когда подключены только и пловая клавиатура здесь появляется галка use all f1 f2 и так далее как стандартные функциональные клавиши вот вам ее возможно потребуется включить потому что в противном случае вам придется нажимать клавиши f9 и f10 и f11 с функшеном если вам придется много монтировать то это сильно задолбывает так вот даже не буду демонстрировать как работают эти функции потому что работает они предсказуемы и просто и понятно остановлюсь лишь на двух точнее остановлюсь на трех командах place on top отдельно рассмотрим ripple override потому что команда действительно уникальная для да винчи и на поначалу я как-то воспринял их штыки но она оказалась действительно очень удобный и команд в двух словах расскажу про команду replace которая работает в принципе так же как все других монтажках но почему-то с реплейсом всегда на роду бывают проблемы в том плане что запомнить все всю логику работы реплейса вот давайте с него и начнем значит что делать реплейс меняет один клип на другой на таймлинии но по определенным правилам меняет допустим вот я приклею клип с дядькой вот у меня есть двойным щелчком открою его в окне source монитора кстати если у вас не появляется окно source монитора например вас вот вместо этого окна и вы никак не можете его вызвать причем эти отдельные кнопки включения source монитора тоже нету так вот окно source монитора не вы не появляется если у вас одновременно еще открыт инспектор почему это происходит черт его знает но тем не менее почему-то инспектор и source монитор вместе не уживаются поэтому чтобы появился source монитора нужно просто выключить инспектор вот такая логика так вот двойным щелчком загружаю клип с мужиками в окне source монитора допустим отмерю какой-нибудь небольшой кусочек причем в окошках сверху у меня отображается текущее местоположение и длительность выбранного куска то есть я сейчас отметил выбрал себе секунду 22 кадра давайте чуть подлиннее выберем почти 2 секунды фрагмент ну и приклеиваю его на таймлинию потом выбираю этого дядьку к этому что-то починяет тоже там секунды с копейками приклеиваю на таймлинию потом вернусь обратно к этому клипу допустим тоже приклею кусочек на таймлинию а все это клавиши in out и в 10 на таймлинию отмасштабирую таймлинию так чтобы она занимала всю ширину экрана горячей клавиши shift z вообще мы штабируем таймлинии как в десятом финал кате как в седьмом команд плюс команд минус если вы монтир монтировали в премьере то вам это может показаться неудобным потому что в премьере просто парижа плюс минус здесь они переключают ввод тайм-кода ведь и в правом верхнем углу появляется плюсик или минусик поэтому не просто плюс минус а команд плюс минус так вот ну или просто shift z чтобы втиснуть это все в экран так вот и дальше хотел бы какой-то клип заменить ну например вот этого дядьку заменю например на вот этого гражданина важно что функция replace работает по playhead то есть она синхронизирует положение playhead на исходнике положение playhead на таймлинии и например чем робот какой-нибудь клип где явное действие есть а вот как только тот момент вот голову отвернул все вот этим моментом допустим я хочу приклеиться вот сюда где дядька убирает руки от очков то есть момент поворота головы заменит свой момент убирания рук от очков дальше клавиша f11 команда replace меняет один клип на другой синхронизируя по положению playhead отменюсь все видите у меня точно момент поворота головы приклеился туда куда я хотел но какие есть нюансы во-первых команда replace игнорирует метки входа-выхода на исходнике сейчас поставил in out по концу вот он делает моську а playhead поставил в начало как-то не очень наглядно а ну давайте вот такой вот фрагмент как только нос лодки подходит краю кадра я хотел бы этим этот фрагмент поставить вот сюда на тот момент где убирает руку от очков но метками выделю начало кадра а пока переставлю другое место именно вот там где нос лодки касается края кадра нажимаю нажимая f11 он заменил по положению playhead а не по выделенному метками фрагментов поэтому просто учитывайте это в виду но и сейчас хочу подчеркнуть что в этом отношении replace никак не отличается от других монтажных программ он ведет себя похожим образом что в премьере что в виде что файл карте ну файл карте немножко другом себе в втором файл карте имею ввиду вот и та же самая история в да винчи то есть метки на исходнике реплейсом игнорируются а вот метки на таймлинии не игнорируется соответственно если я допустим выделил бы если я хотел бы с захлёстом например конец одного клипа начала следующего и также выставил бы по тайм-кодам но например не по тайм-кодам а по меткам лодка длинная зараза вот вот как только одна лодка целиком в кадр вошла другая лодка касается только носом вот так вот я могу тоже воспользоваться реплейсом на этот раз он за реплейсит начало этого клипа весь клип целиком и конец точнее конец предыдущего клипа сам клип на котором я ставил по ходам начала следующего клипа вот такой вот такая вот хитрость причем тут он тоже ведет себя достаточно забавно ну него просто понимаю нету а есть звук да вот как раз в этом забавность но за реплейсил он только тот клип только часть которая ну видимо он как бы звук не тронул потому что у исходного клипа который он реплейсил не было звука а поэтому он вставил от shot 8 только видео вот именно вот это его забавное поведение опять-таки так будет характерно и для авида и для сколько помню премьера который реплейсит когда реплейсит в режиме from service монитор матч фрейм он тоже учитывает существующий клип и не реплейсит те клипы которых нет вот поэтому поведение достаточно характерно далее команда это была команда реплейс команда place on top работает тоже достаточно и не не разлинковал потому что реплейс не зареплейсил потому что по аудио у этого клипа нечего было реплейсить на потому что здесь не было в исходнике не было звука не в исходнике а на домене поэтому он заменил как бы ничего на ничто place on top функция размещает один клип поверх другого причем в зависимости от того какой клип где находится что имеется видом допустим у меня есть вот этот план с лодкой я хотел бы вставить другой план строго поверх него если я просто оставлю playhead и воспользуюсь командой горячей клавиши f12 кстати говоря все команды собраны в меню edit вот они insert override и в том числе place on top так вот когда я выполню команду place on top он приклеивает новый клип но действительно приклеивает его на трек выше но начинает его с того места где стоял playhead что может быть не очень удобно поэтому отменяюсь и прежде чем воспользоваться этой командой просто размечу существующий клип метками что клавиши x от маркирую как в премьере как в феналкате клавиши x маркирует от входа до выхода нужный склейки до склейки оставит метки вход и выход и вот если я теперь нажму edit place on top а то теперь он приклеивает строго по меткам строго указанной длины но все равно на трек выше хорошо на трек выше он приклеил допустим у меня два трека на какой он приклеит если я ну давайте тетушку заюзаю та же самая история метками in out отмечаю нажимаю f12 приклеивает еще выше и вот тут вот есть нюанс если вы допустим работали с седьмым файлкатом то в седьмом файлкате он приклеивал относительно активного относительно того трека к которому подключен штекер исходника в давинчи он приклеивает не относительно штекера исходника а просто относительно самого верхнего трека поэтому тетушки в седьмом файлкате например легли бы между этими двумя клипами в давинчи они лежатся на самый верхний трек выше всех вот тетушки а в семерке они воткнулись бы между шотом 8 и бот реплейсмент ну тоже достаточно удобная полезная функция особенно когда вам нужно приклеивать титры вот для титров они просто вообще незаменимы самое удручающее что в в премьере например тоже есть эта команда на работ она работает только путем перетаскивания мышкой я хотел бы подойти к еще одному режиму вставки ну append понятно добавит лип в конец тут ничего интересного fit to fill вставить по меткам с изменением скорости то тоже ничего нового а вот команда ripple override она довольно забавно допустим что она делает я пока оставлю здесь этот бутерброд слоеный и приклею куда-нибудь вот сюда ну давайте также собачку например прилеплю выделю какой-то фурментик инцертом собачку приклею напомним клавишей в 9 вот прилеплена собачкам все ликуют и поют и потом я подумал что надо бы вместо собачки как мнение не жаль приклеить например приклеить барабанщиков о вот эту дядьку который лупит в барабан при этом казалось бы в чем проблема возьми и реплейсом за реплейс да но реплейс для то чтобы вставить клип другой длины мне нужно поставить метки на там линии а я хотел бы отталкиваться в своем выделении не от там линии а от исходного материала вот допустит он ударил и вот этот конец клипа а начало кива ой-ой-ой-ой начало клипа будет вот то есть вот его статичные фазы до его статичной фазы он получилось ровно две секунды случайно получилось но тем не менее мне хотелось бы чтобы вот те метки которые я поставил на исходнике вот именно по ним он и вклеил тогда тоже можно задать резонный вопрос но казалось бы в чем проблема возьми клип на исходнике удали его причем допустим я могу пойти долгим путем удалить клип удалить дырку на месте клипа и потом инсертом приклеить с этой функции тоже разберемся не сленкованы были но вместо этого можно как раз таки воспользоваться то есть это все таки долго удалять один клип удалять дырку даже если удаляю со смещением со сдвигом коротким делитом все равно долго так вот функция ripple override как раз таки сделает вот это все в одно движение она удалит существующий клип и вместо него инсертом вклеит клип из исходника допустим припарковался плейхедом команда edit ripple override обратите внимание не клип выделять не нужно ничего просто плейхедом встали на тот клип который хотим ripple override нить и выполняем эту команду причем он приклеил его от статичной фазы до своей другой статичной фазы удобно еще как поэтому функция забавная прикольная хотя по факту еще раз повторю что она является гибридом удаление со схлопыванием и insert в одном почему они называют ripple override непонятно но с другой стороны ripple insert был бы тавтологии потому что insert и так в режиме ripple выполняется поэтому это как бы ripple override и то есть и 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